МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В связи с этим я так понимаю, что у нас численность населения, как старшего поколения, возрастает. Возрастает, да. 26% на сегодняшний день, Сергей Иванович, с учетом роста, за последние 10 лет фактически у нас существенно увеличивалось количество жителей региона в возрасте от 80 до 90 лет, фактически в два раза увеличилось. И эта тенденция, прирост она идет, и мы прогнозом планируем, что к 2020 году около 30, даже более 30% жителей региона будут находиться в старшем возрасте. А к 2020 году у нас продолжительность жизни какая прогнозируется? Сергей Иванович, не менее 75 лет прогноз жизни к 2020 году. Соответственно, сейчас мы смотрим на те тенденции, которые идут, но они сохраняются. И это происходит в первую очередь за то, что за счет того, что развивается медицинская помощь в нашем регионе, в отличие от других, допустим, господин ветеранов-воин наш, он значительно больше, чем господин ветеранов-воин в Самаре. То есть более фактически, чем на 150, кое-как он больше, хотя в Самарской области проживает более 3 миллионов человек. Соответственно, мы эту службу развиваем, приближаем ее максимально для жителей нашего региона. И, соответственно, те мероприятия, которые сегодня проводятся и в госпитале, и развитие в перспективе, мы планируем, что в железнодорожном районе у нас появится аналогичный центр после реализации программы реновации жилья. Поэтому в каждом районе в перспективе у нас будет подобный центр. Этот проект у нас является пилотным, и мы его будем уже тиражировать на территории всей области. Хорошо. У нас «Единая Россия» неоднократно очень жестко наставила, Владислав Игоревич, присутствует о том, чтобы придать статус, особый статус, а значит, и увеличить финансирование госпиталей, а лет войны. Вы решили эту задачу? Я задавал поручение, чтобы там решить эту задачу. Да, Сергей Иванович, эта задача решена. На сегодняшний день реализуется комплекс мероприятий, который будет завершен у нас до октября уже в этом году. Ну, то есть проводится закупка необходимого оборудования, закуплен инвентарь, обновлены кухонные принадлежности. Соответственно, эта работа у нас будет завершена в октябрю. Как раз в госпитале будет праздновать свой юбилей. Мы презентуем все эти направления и расскажем ветеранам о том, что их ждет в 2016, 2017, 2018 годах. В сентябре мы хотим сделать отчет, потому что мы в этом году уже получили целевые субсидии, значит, около 30 миллионов, на которых мы закупили, полностью обновили мягкий инвентарь в госпитале, скупаем мебель, идет сейчас закупка. Лечение и социальную адаптацию в новом учреждении смогут пройти ветераны всех войн, труженьки тыла, дети войны, ветераны труда, пенсионеры, проживающие на близлежащей территории в Ленинском, Железнодорожном, Засвияжском районах Ульяновска. В тот же день губернатор Сергей Морозов проконтролировал ход восстановительных работ в поликлинике номер 2, расположенной на улице Карла Липнихта в Ульяновске. Он обсудил с ответственными лицами соблюдение плана сдачи объекта. Отделку реально сделать, установить мебель, установить тут оборудование. Процесс идет параллельно, что приобретение мебели, оборудование необходимо. То есть, в принципе, задали на поле. Хорошо. Что с деньгами? С деньгами в областном бюджете деньги предусмотрены на оборудование, и, соответственно, мебель тоже, деньги предусмотрены, зарезервированы. Сейчас проводим дополнительную работу, чтобы привлечь средства из резервного фонда президента Российской Федерации. Соответственно, 15 миллионов рублей, заявка направлена, заявка согласована Козином, заявка согласована Росфинадзором. Соответственно, замечание все снятое документы, отправленные в администрацию президента. Администратор поддерживает данный проект, администратор Российской Федерации. Поэтому надеемся, что в ближайшее время уже будет принято решение о том, что средства выделены в гражданской области. В следующей неделе должна быть ясной. Это будет конкурс? Да. Да. У нас конкурсная документация полностью готова. Сергей Иванович, мы ее готовы размещать. Вот сегодня, как только подтверждается финансирование из администрации президента, сразу документы уходят у нас на конкурсную процедуру. Помогите, к лету, если вы вызываете подписи письма на полгода, я их завтра убежу, чтобы попросить, чтобы подключать. Хорошо, Сергей Иванович, сегодня подготовлено такое письмо. А в администрации президента кто отвечает за это? В администрации президента ответственно лицо сейчас в отпуске, Сергей Иванович. Вот мы связывались, пока ведет департамент, который отмечает за взаимодействие с субъектами. Уточните. Хорошо. То есть точно. Я уточню тогда, да. Стирический фамилия. Мог с начальником управления проговорить, чтобы это, так сказать, тоже услышал, а не успел. Хорошо. Хорошо, что здесь будет? Еще раз, потому что я так вот прочитал тут некоторые, так сказать, измышления непрофессионалов. Поэтому хотелось бы от профессионалов услышать. Что будет? Сергей Иванович, поскольку здесь кабинетики были по 10 метров квадратных, которые не соответствовали никаким нормативам, и нельзя было разместить полноценный даже компьютерный стол, чтобы сидели врачи с медицинской сестой, кабинеты будут приближены к нормативам по 20 метров квадратных. Участковая служба здесь помещается полностью. Для узких специалистов здесь будут два кабинета, где узкие специалисты будут принимать по графику. Здесь будет стоять флюорограф, записываться электрокардиограмма. Забираться все анализы здесь будут. Люди никуда не будут ходить, и мы будем возить их в лабораторию. Обычная практика. Здесь будут минимальные какие-то самые ходовые физиопроцедуры. На ремонт учреждения из резервного фонда регионального правительства выделено 15,7 миллионов рублей. Общая стоимость работ, согласно проектно-сметной документации, составляет порядка 35 миллионов рублей. В настоящее время на объекте завершены усиления и гидроизоляция фундамента, исключена угроза его разрушения. Выполнена замена перекрытия между цокольным и первыми этажами. Также проводится разбор перекрытий между первым и вторым этажами. Губернатор Сергей Морозов принял участие в совещании по развитию рынка, которое состоялось в городе Набережная Челны. На нем обсуждалось текущее состояние и перспективы развития газозаправочной инфраструктуры в регионах ПФО, в совещании принимали участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новок, министр транспорта Максим Соколов, главы субъектов Российской Федерации. На форуме с докладом выступил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Мы больше говорили о том, что мы сейчас сделаем для того, чтобы окончательно погрузиться в эту очень важную со всех точек зрения тему. Когда-то в Ульяновской области было достаточно большое количество газомоторных автомобилей на газомоторном топливе, автозаправочных станций. И, к сожалению, потом, после распада Советского Союза, все это приказало долго жить. И вот сегодня государство обратило внимание на то, что, а, это, во-первых, экологически чистый транспорт, б, это, во-первых, значительно дешевле, б, это дает возможность развития некоторой побочной виды бизнеса, в том числе и, например, на Ульяновском автомобильном заводе, допустим, выпускать автомобили для газомоторного топлива. Конечно, для нас это интересно. И мы все с интересом уже не первый раз встречаемся здесь и федеральные министры, и региональные правительства, и чиновники, представители с «Газпрома», с «Роснефти», с других государственных компаний, где как раз обмеряемся не только тем, что было когда-то, но и новым опытом в других регионах мира. Сегодня для себя поместилось достаточно большое количество интересных предложений. Во-первых, у нас, конечно, должна быть незамедлительно подкорректирована нормативно-правовая база. Мы должны будем продумать вопросы о предоставлении специальных льгот для компаний, для организаций, которые будут иметь желание приобретать такой вид техники. Второе, мы, конечно, должны будем достаточно быстро решить вопрос о выделении без конкурсов земельных участков для строительства газозаправочных станций. Третье, мы должны будем срочно определиться с объемами газа для того, чтобы эти станции работали. А это все новые рабочие места. Четвертое, мы сегодня обратили внимание, и я это отдельно, прямо ярко выделил, и благодарю полпреда и федеральных министров, которые это услышали, что на сегодняшний день и «Газпром», и «Роснефть» или других компаний планируют строить свои газозаправочные станции только в городах. В Ульяновске, ну, в лучшем случае, еще и в Димитровграде. Совершенно не обращая внимания на сельскую местность, а у нас есть огромное желание, чтобы транспорт работал на газе не только в виде автобусов, или автомобилей скорой медицинской помощи, или автобусов для перевозки школьников, но и сельскохозяйственная техника, тем более, что сейчас правительство Российской Федерации принимает решение о выделении дополнительных субсидий как раз на стимулирование, чтобы сельхозтоваропроизводители переходили на этот комплекс. Нашу идею поддержали, наше предложение поддержали и дали поручение записать соответствующий протокол нашего совещания. Конечно, для нас крайне важно сделать так, чтобы техника, которая будет производиться на газомоторном топливе, должна быть все же стимулироваться. И сегодня все об этом говорили, и я думаю, что и министр промышленности отнесся к этому очень-очень положительно. Я думаю, что таким образом мы простимулируем наш автопроизводитель, как минимум ульярнский автомобильный завод, компания «Бау Мотор», которая тоже уже начала изготавливать автомобили на газомоторном топливе, наверное, за горами, и «Исудзу» могло бы тоже таким же образом поступить. То есть все это вкупе должно принести нам не только новые рабочие места, но и совершенно другой экологически чистый транспорт, что, в общем-то, наверное, всех нас устраивает. В марте текущего года постановлением правительства Российской Федерации продлен срок действия соответствующей федеральной программы. Это позволило Ульяновской области оформить дополнительную заявку на получение субсидий для приобретения 30 автобусов, работающих на газомоторном топливе. На турбазе «Симбирская гавань», что в Чердоклицском районе, в селе Красный Яр, в рамках пятой международной IT-конференции «Улкамп-2015» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провел неформальную встречу с представителями IT-сообщества. Мероприятие стало знаковой площадкой для получения знаний в сфере IT, общения с профессионалами в неформальной обстановке. На самой конференции делегация облправительства совместно с директорами крупнейших IT-компаний Ульяновска провели круглый столб на тему IT-сферы в области. Я хочу вас всех от души поблагодарить, поздравить всем, что мы уже в пятый раз здесь, на берегу замечательной реки Волга, русской реки Волга. Собираемся для того, чтобы пообсуждать, что же сделать нужно нам всем, для того, чтобы вот эта замечательная инициатива нашего президента, связанная с развитием новых технологий, интернет-технологии, как раз туда и входит в этот перечень, не только очень быстро развивалась, но и в какой-то степени опередила, а может быть в прямой степени, опередила все самые современные разработки, которые имеются сегодня в мире, и таким образом обеспечила превосходство и Российской Федерации, да и в целом, в общем-то, способствовало сближению всех народов, сближения наших общих замечательных идей к тому, чтобы каждый человек должен жить счастливой жизнью, чтобы каждому человеку было комфортно в любой стране. Я думаю, что именно это, наверное, была одна из основных целей, задачи, которые преследовали организаторы. Вот эти парни, которые здесь находятся, пять лет назад, я еще раз повторяю, когда они обсуждали возможность проведения здесь ул-кэмпа. Немного было, надо честно сказать, убежденных сторонников того, что это получится. Ну и мы помним, наверное, о том, что если там в 2011 год посмотреть, то тогда у нас собралось, по-моему, где-то только 100 человек, чуть меньше даже. Но это не оказалось первым пленом известным, да? Наоборот, оказалось первым хорошим камнем в замечательное будущее основание будущего, по крайней мере, пока летнего, а может быть, со временем и круглогодичного такого лагеря. Я думаю, что вот многие из вас здесь люди не только талантливые в своей сфере деятельности, но и в какой-то степени, наверное, экстремалы, которые любят достаточно большое количество адреналина впустить себе в кровь. А почему бы нет, допустим? Надо любить. Зимой не организовать, а? Сэй, Руслан? Адреналин. Еще больше. Здесь приезжать в палатке зимой. Если похода пешком, а то... А мы куда уезжаем? Мы уже в Ульямске два года подряд зимой переходим в Волгу. Так вот, есть такая акция. Я распришел, да, да. В этом году там второй, третий раз подряд попытались переплыть ее. Представляете, вот зимой, так сказать, несколько тысяч человек дружными рядами пошли через Волгу. Дошли сюда, расположили здесь в спальные мешки, значит, на босу ногу. Здесь походили по снегу. Панька. Да, и все правильно. Поэтому я думаю, что это, как минимум, так сказать, может быть, одна из будет идей следующего пятилетия. Потому что у нас действительно, еще раз говорю, если буквально пять лет назад это сто, ну, может быть, чуть меньше ста человек, то сегодня уже более семиста. Поехали, семьсот человек, да, получил. Официальных участников этой замечательной встречи. А как я вот где-то шуткой говорю, а сколько еще чайников на подходе, которые мечтают попасть в ваши ряды, которые мечтают быть похожими на вас, которые хотят брать с вас пример. Конечно, это здорово. Это здорово, что IT-технологии, IT-отрасли таким образом развиваются. Кстати, я думаю, что в какой-то степени, наверное, мы можем с гордостью сказать, мы, наверное, с вами являемся родителями вот этого замечательного проекта, который сейчас президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин реализует со своей командой на Клязьме. Если, может быть, кто-то из вас видел о том, что, да, там собралось огромное количество молодых людей. И первые сессии, которые посетил Владимир Владимирович, это была IT-сессия. Когда, так сказать, собрались на берегу замечательной реки в таких же вот красочных местах молодые люди для того, чтобы для себя ответить на вопрос, как сделать так, чтобы страна, наша страна, Россия была одной из самых передовых стран. Тем более, видите, как здорово. Поэтому все, в общем-то, начиналось от нас с вами. Конечно, у нас с вами накопился достаточно большой опыт не только в том, чтобы организовать такие лагеря, но и в рамках такого благоприятного информационного климата. У нас плохо или хорошо, но в большей степени хорошо готовится достаточно большое количество специалистов в области IT-технологий. Проводятся междонародные, межрегиональные мероприятия, такие как «Волга-IT», «Мастер-IT», «Стачка», ряд других таких интересных мероприятий. И это подтверждает то, о чем мы мечтали с вами. Мы должны быть одним из них в продвижении этой очень важной отрасли. Я думаю, что все хорошо знают, у нас недавно сразу несколько ульяновских компаний заняли высокие позиции в рейтинге Рунета. Я считаю, что это несомненный успех и этих компаний, и, наверное, в целом ульяновской области. И я хотел бы больше поздравить вас, всех, особенно этих победителей. И позвольте мне небольшой, своеобразный похвальный лист губернатора вручить этим организациям. Мы впервые начали вручать такие похвальные листы. Обратились недавно в архиве, к архивному документу, увидели, когда награждали наиболее отличившиеся организации, купечные организации, другие. И была такая форма, похвальный лист. Я думаю, а почему у него не возродить такое? Поэтому позвольте мне и Симтек, и Медиа-группы, и Колори, и Айтек-группы, надежные системы, и Девелопменты. Наградев, наверное, не сидит, да? Нет, здесь три, Сергей Валентинович. Ну, давайте, три организации. Тем более, что у нас всегда, так сказать, все на троих делается. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В Кузоватовском районе дан старт проекту «Семья, единство помыслов и дел». Старт районному проекту был дан на мероприятие, посвященном Дню Семьи, Любви и Верности. Проект направлен на привлечение внимания общественности к семье, как хранительницы духовно-нравственных ценностей государства, национальной культуры и исторической преемственности. Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский День Семьи, Любви и Верности. Главными героями праздника неизменно остаются муромские святые Петр и Феврония. Благочестивые супруги заслужили особую любовь и уважение верующих за преданность и верность друг другу. Районное мероприятие, посвященное Дню Памяти Святых, называлось «Любовь и Верность в каждой семье». Началось оно с театрализованного пролога, где была показана первая встреча Петра и Февронии. В этот день в зале собрались образцовые многодетные семьи рабочего поселка Кузоватова, которые каждый день доказывают свою любовь и верность друг другу, своим детям, своей малой родине. Они поделились своим рецептом семейного счастья. От имени администрации и депутатского корпуса присутствующих поздравил глава Кузоватовского района, генеральный директор молочного комбината ВИТА Сергей Солуянов. Семья – источник любви, уважения, слейдарности и привязанности. Испокон веков России бережно хранились семейные традиции. Они передавались из поколения к поколению. Именно тепло домашнего чага, заботливое отношение к родным близким, прочная духовная связь – это и есть нравственные ценности семьи. Сильная и крепкая семья, сильная Россия. Также он поблагодарил своих работников за труд на предприятии и за труды, которые они несут в семейной жизни. С приветственным словом к зрителям обратились начальник отдела управления ЗАГС Ульяновской области Александр Новиков и настоятель храма Серафима Саровского отец Сергий. Ежегодно в День семьи, любви и верности в Ульяновской области проходит чествование лучших семей региона. В этом году высокой общественной награды, медали за любовь и верность удостоены две семьи Кузоватовского района – Александр и Амина Уткиной из рабочего поселка Кузоватова, а также Валерий и Ирина Гнутовой из села Безводовка. Им вручены благодарственные письма глава администрации Кузоватовского района и памятные подарки. В этом году нашему семейному союзу исполнится 26 лет. Мы прожили с Валерой, я так думаю, прекрасные годы, сохранив теплые отношения между собой, потому что мы друг другу доверяем, ценим, поддерживаем. А мне кажется, самое главное в семье – это любить, ценить, уважать друг друга, уступать, когда надо. Ну и, наверное, понимать друг друга. От семьи все зависит от будущего нашего государства. И, конечно, чем крепче и сплоченнее будет каждая семья между семьями, тем будет наша краше, богаче страна. В рамках проекта «Семья. Единство помыслов и дел» состоялось чествование 36 семейных пар 24 семейных династий, работающих на самом крупном предприятии Кузоватовского района – молочном комбинате «Вита» Сергей Солуянов лично вручил им памятные подарки. В течение всего мероприятия для зрителей выступали исполнители и творческие коллективы со своими лучшими номерами. Кульминацией праздника стали выход на сцену маленьких дочерей-артисток в красивых платьях и целое облако бело-зеленых воздушных шариков цвета самого чистого цветка – ромашки – символа Дня Семьи, Любви и Верности. Ну, хочется поздравить всех с таким светлым праздником – Семьи, Любви и Верности. Мы об этом празднике узнали не так давно, но так приятно, что у нас в поселке отмечается этот праздник, и мы со своей семьей немножко в нем даже поучаствуем. Концерт нам очень понравился, было все очень красочно, весело, все живо, естественно. И хочется в такой праздник пожелать всем семьям любви, согласия, благополучия, иногда терпения, чтобы мы с женой находили нужные слова в нужные моменты. Как бы ни менялась картина мира, как бы ни менялись люди, ценности, благодаря которым продолжается жизнь на земле, остаются неизменными. Светлана Фадеева, Галина Запкова, Кузоватовский район. Субтитры подогнал «Симон»!